Этим занимается школа интегральной психосоматики. Как раз показывает, как видеть боль, найти причину и устранить её. Второй вопрос — как к этому прийти? Мы знаем, что сделать, и многие, в общем-то, знают, что сделать надо. А мало кто может показать на пальцах, первое, второе, третье, как это сделать. Вот как совершенно точно, конкретно вам, в конкретной ситуации, сделать так, чтобы испытать состояние счастья, до мурашек, и запустить процессы самовосстановления и самоисцеления. Более того, тем самым, помогая вашему клиенту, пациенту, другу, товарищу, ребёнку, родителям и так далее, всем, кто вас окружает, собаке даже, помочь запустить процессы самовосстановления. Предлагаю прямо сейчас начать увидеть эту причину, и вообще понять, где её искать, это тоже одна из задач в психосоматике. И как вот мы сейчас с вами, вот прямо сейчас, можем почувствовать вот этот блок, который находится у нас в мозге, в нейронных связях. Задача медицины — лечить. И всё тут. Лечить и не навредить. Это просто такая вот шикарная задача. А задача психосоматики, интегральной психосоматики — создать условия, чтобы человек почувствовал себя на самом деле самодостаточным для самоисцеления. И вот тогда у него вырастают крылья, у него включаются антенны, когда он может считывать любую информацию, у него включаются фары ночного видения, то есть интуиция, у него раскрывается внутренний потенциал, у него включается такой импульс интереса к себе, что на уровне этого состояния он исцеляется. Он находится всегда в состоянии счастья, да, сочастия, если разобрать слово «счастью», да, это есть сочастие всех частиц, всех составляющих, причём не только тело, а ещё и мысли, эмоции, чувств, состояние, того, что происходит в окружающем мире, деньги, быт, отношения, что ещё, род, да, предки, родители, всё, что происходило в детстве, все запреты, шаблоны, проклятия, клятвы, обещания, ну, в общем, всё, что человек делал на протяжении всей своей жизни, всего этого многосерийного, многосезонного фильма или сериала, да, и часто развязка того, что происходит в 28-й серии, заложена в первой серии, а бывает такое, что в прошлом сезоне она заложена. Здоровье, как результат, профилактика, диагностика и помощь, помощь и реабилитация, как заниматься восстановлением. На физике создаются препятствия, для чего? Для того, чтобы человек скорректировал, человек как целое, скорректировал путь, который выбрала душа. Она не хочет этого делать, она ему всячески об этом говорит, но он не слушает. И душа сигналит об этом с самого детства, сигналит каждую секунду. Сначала это маленькие колокольчики и сигнальчики, такие, как, ну, где-то кольнуло, где-то что-то не так, где-то порезался, да, на каком-то действии, ударился. Ну, подумаешь, мне же надо, надо, надо. Кто создал это надо, даже не задумываемся до поры до времени. И вот когда уже сигналы переходят из звоночка в колокольчики, из колокольчиков в колокола, а потом в набат, такой, как уже надо бежать, как с пожара. Вот тогда мы задумываемся о том, а что, собственно, не так я делаю, да, я, кто, во-первых, кто это я не так делаю, да, что у меня происходят такие ситуации. Как правило, когда душа уже очень глубоко зашла не туда, ставятся различные запреты на деньги, то есть проблемы с финансами появляются, конфликтные ситуации. Если и эти сигналы не были услышаны, тогда начинаются какие-то еще более болезненные, физически ощутимые сигналы. Если сравнить это, например, с автомобилем, да, то есть с какой-то машиной, роботом, да, ну вот машина, да, и едет человек, у него загорается красная кнопка «Поменяй масло», да, он может сказать, и машина будет какое-то время ездить, но эта красная кнопочка горит, мигает и раздражает, и он берет жвачку и заклеивает, и едет дальше, и машина едет, но жвачка высыхает, отпадает, что он берет, ну это какая, ну что мешает мне, заклеивает пластырем, да, то есть если перевести это по аналогии на тело, медицину, то есть это таблетки, мази, какие-то массажи, препараты, в общем, замазывание, проблемная ситуация, замазывание следствия, но пластырь рано или поздно тоже отваливается с этой красной сигнальной кнопки «Поменяй масло», и тогда он думает, нет, я все-таки сильнее, чем эта кнопка, берет и выдирает ее, чтобы она не светилась, и машина еще продолжает ехать, то есть оперативное вмешательство еще не останавливает машину, да, вот если перевести по аналогии на тело, вырезали какой-то кусочек тела, орган, который, кстати, не был лишним, он там был нужным и выполнял определенную функцию, и машина еще едет, но причина не устранена, устранено следствие, казалось бы, устранено следствие, причина опускается еще глубже, и потом начинает сигналить уже так, что машина ехать не может, то есть масло забрызгало уже двигатель, но в автомобиле двигатель не может выполнять свою функцию, сердце по аналогии сердца, машина остановилась, и теперь для того, чтобы эту машину опять запустить, нужно не просто оперативное вмешательство, нужно замена множества деталей, частиц этого, которые стоят намного дороже, время потеряно, и этих нужных частей, частей человеческого организма, уже не вернуть. А это значит, что следующая задача по жизни будет еще сложнее. В этом-то и заключается идея психосоматики воспитать культуру обращения внимания основного на причину, и воздействие на причину. И еще один образ, когда мы подходим к зеркалу, хотим поменять прическу. Мы что делаем? Мы меняем ее на себе, но не на зеркале.